Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию очередную мушку, которая относится к семейству зимних. Но она с успехом работает практически круглый год. Как можно заметить, чехольчик выполнен из своеобразной пленочки, которая обладает голографическим эффектом. Давайте я буду изготавливать и расскажу вам особенности рыбалки на такую нимфочку. Я взял крючок граб-шримп. Для детализации я установил 14 номер, но желательно вязать на 16 номере. Вообще, так как у вас кормовая база. Есть несколько вариантов изготовления. Огрузил свинцом, сделал небольшую обмоточку и закрепил красную нить. Обыкновенную красную нить. Можно, допустим, сейчас изготовить зад мушки красной нитью и слегка ее проклеить клеем. Можно взять юнифлос, который я вам уже показывал в наборах. Можно взять, допустим, промотать этой ниткой. Можно взять с тесьмы, которая продается, голографическая. Но есть еще один вариант, который несколько попроще. Я беру обыкновенный люрекс, который двухсторонний. Золотой и серебристый. Укладываем так, чтобы нам была обмоточка выполнена серебристой стороной. Прихватываем прямо вот так, как мы, по телу. Стараемся не подрезать нить. И доходим приблизительно до середины загиба. Аккуратненько, виточек к виточку, сформируем здесь место. Видите, уже порвалось. Подхватили люрекс на место крепления нашего люрекса. Капнем буквально совсем немножечко капельку клея. Уведем нашу нить. И сделаем блестящей стороной до начала почти свинца. Хорошо вот так подтягиваем. Почти середина загиба мы должны обмотать нашим люрексом. Дошли. Закрепим. Следим, чтобы не подрезать нить. Остатки удаляем. Для того, чтобы не делать разную там работу, если есть, конечно, у вас красный голографический люрекс, но я изготавливаю так, чтобы каждый мог изготовить. Возьмем теперь красный фломастер. И наш серебристый люрекс вот так мы со всех сторон закрасим. Возвращаем нить в место крепления люрекса. Берем нашу пленочку, которая вот такая имеет явно выраженный голографический эффект. Слегка подрежем края треугольничком, чтобы легче было ее закрепить. Если у вас по каким-либо причинам такой пленочки нет, спокойно можете использовать полиэтилен и изготовить из блестящим даббингом. Эффект будет почти тот же. Проверяем. Еще подмотаем. Следим за тем, чтобы наша пленка ровно огибала, без бугорков, хорошо огибала наше цевье. Это очень-очень важно. Промотали. Здесь же я закреплю небольшой кусочек блестящего люрекса, которым буду сегментировать свое тело. И для основной сегментации тела я взял лесочку где-то 0,1 0,12 крепим ее здесь. Хорошо, теперь прихватим все материалы, добавим капельку клея. И возвращаем нить к месту крепления наших материалов, к загибу. Изготавливать нашу мушку можно в разных вариантах, но желательно, чтобы она подходила под цвет естественных насекомых, которые обитают у вас. Если вы по каким-либо причинам сомневаетесь в расцветке, какую выбрать, я предлагаю вам изготовить из оливкового. Здесь вы уже не ошибетесь, потому что основной цвет оливковый, ближе к болотному, присущ почти у всех насекомых. Мы сейчас с вами изготовим половину мушки в таком немножко желто-оливковом оттеночке. Я уже такой дабинг вам показывал. Берем совсем-совсем-совсем немножечко и цепляем вот так на нашу нить. То, что мы изготавливаем не меняя нить на красной, это ничего страшного. При намокании будет небольшая структура видна, как тело. Изготовили совсем немножечко. Вот такая тоненькая должна быть дабинговая нить. И начинаем проматывать наше тело. Теперь мы можем поменять нашу нить и поставить более темную. Будем изготавливать дальше с другого дабинга. В качестве другой нити я буду использовать ближе к черному, как фиолетово. Если есть у вас черное, используйте черную, зеленую. То есть любой оттенок здесь подойдет. Прихватили нашу нить. Для завершения обмотки дабингом опять переставим наш крючок совсем немножечко. Вот ровно до середины нашего крючка я добавлю еще чуть-чуть желтого дабинга. перейдем на серый коричневый какой дабинг вы для себя сможете дома найти. но грудка должна быть изготовлена в несколько темных тонах. Прокрутили нашу нить сделали вот так дабинговую веревочку. вот так будет достаточно. Как вы видите камера может не совсем передает. У нас меньше больше больше еще больше получилась лохматость к середине нашей мушки. И теперь я беру просто обыкновенным вот этим люрексом который мы с вами закрепили начинаю выполнять сегментацию по телу придавая привлекательность нашей мушки. Мех не подравниваем ничего не откусываем ничего не убираем. На месте крепления один полный оборот закрепили хорошо наш люрекс и теперь доходит очередь до основного нашего тела. Установим в удобное положение крючок берем нашу пленочку и аккуратно следим за тем чтобы она ровно у нас охватывала полностью все тело нет помогите немножко руками подтяните она не порвется но она не настолько крепкая как другой наш полиэтилен и прихватываем в районе нашей грудки подхватили берем теперь нашу леску и стараемся хорошо продавить по обмотке нашего люрекса которым мы обматывали тело следим за тем чтобы наша пленочка никуда не убежала дошли до места крепления нашего материала где будет грудка хорошо закрепим нашу леску удаляем леску и на место крепления немножечко капнем клея переламываем теперь наш блестящий блестящую пленочку так чтобы она ровно у нас огибала наше цевьё и прихватываем здесь проверим да есть несколько вариантов изготовления этой мушки можно дальше продолжать этой пленкой можно поставить полиэтиленовую как вы захотите сами можно допустим взять перо индюка фазана как вы захотите пожалуйста это не возбраняется и теперь грудку можно изготовить из даббинга но учитывая то что я стараюсь там где есть возможность использовать перо павлина я стараюсь использовать перо павлина если у вас нет я сейчас вам покажу с успехом можете использовать вот такой даббинг вот такой даббинг разных 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 оттенков или же если у вас имеется вот такой набор как у меня выберите себе оттенок по темнее и изготовите себе грудку для нашей немфочки крепим сколько у вас получится одно два перышка три я подобрал по остаткам небольшое количество перьев вышло у меня по-моему здесь их три закрепили наше перо поставим крючок в удобное положение и теперь я буду рассказывать самое основное мушка достаточно хороша но есть одна особенность если по каким либо причинам у вас нет клева значит на эту мушку можно можно ее убирать сразу потому что в большинстве случаев эта мушка работает или сразу или не работает вообще настораживает рыбу то есть она выступает в роли хорошего провокатора теперь для того чтобы более симпатичное у меня выглядело тело я совсем совсем немножечко добавлю серого даббинга вот так совсем 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 немножко и не доходим до нашего колечка пару миллиметров закрепим нашу нить можно использовать и шариком латунным вольфрамовым как вы захотите то есть вариантов больше чем достаточно для зимней рыбалки очередная нимфа которая работает круглый год добавляем капельку клея совсем немножечко так как армировать мы перо павлина не будем а желательно чтобы оно несколько покрепче держалась у нас на нашем теле берем теперь наш наше перо павлина и сформируем с вами грудку сформировали грудку и теперь берем нашу пленочку и аккуратненько стараемся так чтобы не было у нас складок подтягиваем по нашему чехольчику у колечка стараемся расправить нашу пленочку так чтобы она хорошо хорошо огибала вот так и слегка подтягивая начинаем ее закреплять приблизительно должно выйти у вас вот так немножечко добавляю клея на нить промотали переламываем нашу пленку и здесь окончательно теперь крепим и делаем завершающий узел сделали завершающий узел сформировали головку капнули капельку лака и наша вот такая нимфочка для зимней рыбалки готова как вы видите все материалы которые у нас используются их можно спокойно заменить поэтому я не считаю больших проблем в изготовлении такой нимфочки но очень очень уловисто или ловит или не ловит благодарю вас за внимание до скорых встреч